Ну, знаете, как у, наверное, всего мира мой любимый китайский киногерой Джеки Чан. О национальных интонациях в кино, времени биопиков и особенностях кинематографических мест с заслуженным артистом России, режиссером театра и кино, актером Сергеем Поскепалисом в проекте 123.19. В рамках кинофестиваля огромный интерес к китайскому кино. Я знаю по проводимым мероприятиям такого рода, что и зрители приходят, и живо интересуются, что происходит. Так сказать, узнать, чем живут люди на этой территории, это очень такой огромный интерес. А так, чтобы вот в плановых каких-то показах на телевидении, либо, так сказать, в прокате в широком, ну, очень мало фильмов. Практически нет. У нас происходят очень серьезные киномероприятия, я имею в виду «Меридианы Тихого» в Владивостоке, «Край света» в Южно-Сахалинске, это на Сахалине, в Благовещенске, как он называется там, «Амурская осень», по-моему, что-то такое. Вот там широко представлены киноработы Китайской Народной Республики. Не каждый до туда доедет, так сказать, из наших центральных частей, но оттуда как-то доносится, чем живет мир кино в Китае. Мы просто смотрим, какие мы, опять же говорю, не чужие, вот важно это очень понимать, а разные. И это неплохо. Если это вызывает улыбку, это вызывает какое-то чувство расположенности какой-то, это совсем другое дело. Мы понимаем, что мы разные, и, значит, и наши уже соплеменники, которые договариваются о других вопросах, на другие темы разговаривают, они, наверное, будут это учитывать. И это, конечно, поможет им в диалоге. Первый кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества ШОС состоялся в 2018 году в китайском городе Циндао. Свои картины на фестиваль привезли кинематографисты из Китая, России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Монголии, Пакистана, Ирана, Афганистана и Белоруссии. В конкурсной программе приняли участие 23 киноленты, в том числе две российские, «Салют-7», снятый Климом Шипенко и «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта. В общей сложности зрители увидели свыше 60 картин. Лучшими фильмами на фестивале признаны картина китайской женщины-режиссера Хумэй, «Прибытие в столицу», повествующая о зарождении пекинской оперы и полнометражный дебют 28-летнего афганского режиссера Иосифа Бараки «Прогулки мины». Бараки также удостовелся приза в номинации «Лучший режиссер». Премии за лучшие мужские роли получили народный артист Кыргызстана Аклбек Адыкалыков за фильм «Ночная авария» и заслуженный деятель Казахстана Тлюбек Аралбай за фильм «Маленький принц большого города». Призы за лучшую женскую роль получила монгольская актриса Аданчимек Иждорш за снятый ею же фильм «Безумная мать» и китайская актриса Джоу Сюань за роль в фильме «Когда бывает полнолуние». Специальным призом жюри отмечены комедийный фильм «Воздушный сафар» таджикского режиссера Далера Рахматова, «Тум Победум» белорусского режиссера Вячеслава Никифорова, фильм иранского режиссера Амир Масуда Акабабияна «Русалка», романтическая комедия пакистанского режиссера Надима Бейга «Пенджаб Нахи Яунги», а также фильм узбекского режиссера Камары Камаловой «Дорога под небесами». Я вот вчера думал о месте этого фестиваля. Он на самом деле, даже не представляете, насколько он уникален, потому что он не привязан к месту, он привязан к явлению, он привязан к союзу. Он включает не одно государство, не одну страну или город, представляющий этот кинофестиваль, а представляет огромную палитру, больше, я говорю, половины населения планеты станут участниками этого кинофестиваля. Каждая сторона, принимающая этот форум, я имею в виду ШОС, финалится, будет этим кинофестивалем, представляя, конечно, свои интересы, в первую очередь, являя своим союзником. В то же время все приезжают туда, кинодеятели там представляют, и это не привязано к месту, понимаете, а привязано к явлению. И это, конечно, уникальный кинофестиваль получается, такого не было, он первый в своем роде. И мне кажется, возможности у безграничной в этой связи, если, конечно, внимательно и грамотно к нему подходить, придумать сейчас логистику этого фестиваля, потому что китайская сторона сейчас задала очень серьезную планку и в организации, в логистике, в уровне приема, в организации кинорынка. Вот сейчас эту планку, если поддерживать, по крайней мере, не опускать его, а лучше, конечно, ее расширять, так сказать, качественно ее менять в лучшую сторону, это будет уникальнейший фестиваль. Никакой ни Берлин, ни Каны, ни Венеция, они все равно занимаются пропагандой места, или, так сказать, киноиндустрии этой территории, а это уникальное явление. Поэтому это, знаете, то ли случайно, то ли специально, но это может вылиться в очень серьезную площадку. У нас разные способы выражения эмоций. Если восточная школа, она более импульсивна, она более яркая, то, что называется для европейцев, с плюсом, с таким, у европейцев это более скрытые какие-то проявления, они тоже немножко восточных наших коллег и друзей по-разному, так сказать, они воспринимают нашу. Но в целом, вот на этих примерах мы просто будем понимать, не какие мы чужие, а какие мы разные. Это вот очень важная история, потому что если кинофестиваль своей целью задаст создание интонации вообще этого международного объединения ШОС, вот именно интонации, доброжелательности, уважения, не то, что не пренебрежение, так сказать, и превосходство, а вот уважение, сбалансированность, то это огромные перспективы, вы понимаете, как в том анекдоте, можно по-разному сказать «Здравствуй, папа», можно сказать, одну и ту же информацию можно по-разному передать, можно сказать «Здравствуй, папа», можно сказать «Здравствуй, папа». Вот мне кажется, создание этой интонации на полях этого кинофестиваля это вот самая главная задача кинодеятелей и вообще вот этого кинофорума. И всем поможет, все тут от этого только выиграют. Кинематограф «Странбрикс» широко представлен на различных кинофестивалях, которые ежегодно проходят в России, Бразилии, Индии, Китае и ЮАР. Первый фестиваль «Брикс» состоялся в сентябре 2016 года в столице Индии Нью-Дели. Его конкурсная программа состояла из 20 фильмов. От каждой из стран участниц было отобрано по 4 разножанровые картины. Российский кинематограф представляли фильмы про любовь Анны Меликян, «Битва за Севастополь» Сергея Макрицкого, «Самый лучший день» Жоры Крыжовникова и «14 плюс» Андрея Зайцева. Открывала конкурсную программу картина режиссера Александра Котта «Брестская крепость». В 2017 году кинотеатры Москвы демонстрировали конкурсные фильмы в рамках кинофестиваля «Эхо Брикс». Организаторы фестиваля ставили перед собой цель познакомить российского зрителя с работами молодых кинематографистов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также создать уникальную платформу для культурного обмена. В 2018 году кинофестиваль «Странд Брикс» проходил в южноафриканском городе Дурбан и был приурочен к столетию со дня рождения Нельсона Манделлы. Российские кинематографисты представили на фестивале картины «Время первых» экипажи «Аритмия». В 2019-м фестиваль «Брикс» состоялся в Рио-де-Жанейро и стал одним из главных культурных событий года в Бразилии. Публика и иностранные гости увидели 54 кинокартины. Фильм российского кинорежиссера Антона Коломейца «Ваш репетитор» получил приз международного жюри 4-го кинофестиваля «Брикс». Сейчас широко вниманен именно на такие зрелищные, масштабные картины. Сейчас вот наша лента «Движение вверх» перебила просто по всем показателям всю голливудскую продукцию. Я сейчас боюсь привести вам цифру, но она очень серьезна. Также вот фильмы, в которых я участвовал, это и «Метро», и «Ледокол», и «Легенда 17». Можно по-разному к ним относиться, но это фильмы, которые представляют и нашу историю, и вообще ситуацию, которая была в России, которая существует, чем мы гордимся, и собирают огромные залы. И сейчас эта тенденция существует, и я думаю, что мы здесь находим свою точку опоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова